флазки кому может быть еще на 1 из подачи сплетали потом у нас жрец и хант нужно набрать на пола хватает антоник больше окей где хорошо на представителя возьмем это нахуя вон сидел и первый пост самых сильных кстати ридар антис еще если где-то он катал а не пойму с каждой недели больше дупо слотка а проходить вас возьми становится ставите хантаза за сумму не здесь сразу чем инспекцию но проведу я пока не могу прочитать это заклинание без шишек он должен дать осень тысяч каких-нибудь даст точно полный отсчет бешеный конечно ты себя кружку заданил мант нрпб чё за хуйня надо было два аккаунта играть на одном шман на другом хант из кружка на ханте в мире стоит больше тебя что такое как осталось рыбку ставлю кушать все же ну да у кого все тут пасочки перебиваем там минуту кому надо было спады подойдите а не все подошли в паск там силы вот там все брата от кого ждем где дека у нас там дека так тут дорога варгиной так там заебись походу от шоу отдыхать шамиль не хочет надо кашлыка когда поешь да может он кануть выходе дошли когда-то герой пока цепляешь это не кикай тогда простой группы скин а 4 4 страшно 22 он ботров скоро перестану его к собрать с такими почти все гильдой и диски же тупят ну да ладно челупа или что он даст 8к будет то сумма поможет наружу мало тут 8 шамиль чё заходишь да у меня лагает из-за этого духа хороший знак а эдэ дешников набрать вообще никак не варить ну ты понимаешь что пишут люди очень мало шокодаюсь и хорошо я тоже спамлю просто я выкупаю что 4 рога он нахуй не нужен ладно там но я хочу троить они сидят еще два часа но я хочу убивать но мы убьем и с четырьмя рогами с никто не затупит а сидеть два часа искать ртдшника нужно такое вот и понимаешь еще пару траеве все и твоя банда распадется лучше троить чем сидеть мы так еще посидим еще кто-то ливнет какой-нибудь дека танк пока мы сидим а пока у тебя ливнут половина топа рдд и дальше них у смысл но как бы топор да да все с гильдии никто не вернет из них те что ливнут остальные меня не особо беспокоят так ладно заходит старте шкаф буквально пытаются здесь надо тоже шкаф спрашиваешь так что залетать важно окушка так кто еще не тут грима у нас тут и для в танке да да ты в танке будешь 1 держать и дедушки что вот он как меня что он делал я просто здесь еще не танковал то же самое что десятки . стали еще раз рыбу кушать и он пластички можем грудак и поехали открывать бля я чё а там уроки шник по я не скину до свидания ณ ш Ott – Currently мау маааааа Children of拲空 с Продолжение следует... 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 Ну понятно, сейчас просто мы не успели убить кислотную до того, как плюнула Огненная, из-за того, что заморозила кислотная Амелика, ну, на первом разу получается дозу копки. Не, ну нам же не убивать на фарт. Это не на фарт, нужно просто больше ДПС отдавать. Ну, спек не туда хила. Ну, я тебе говорю, нету спека, вот скажи, что мне сделать. Менять людей. Согласен. У меня ДПС листа нету, скиньте. Что-то подвесили каунт. Тут просто после 10-го места оно в муд дает тебе. Что? После 10-го места дает муд. Или тебе нужен топ-10. Да, скидываешь там, муд ловишь, в чем проблема какая-то. Я говорю, ты увидишь только первые 10 мест. Все, по-моему. Вдите уже есть. Можно же сторезнуть? Да не гони тебе, с тобой цены. Ну, что у нас проблема с ДПС? Ретрик, у тебя каждый раз 7500. Все, каждый раз. Юлю Кай. Ну, это не смешно уже. Вот тот Трай. Смотри, ты тоже на 17-м месте. У тебя 5-5 вообще. Ну, по-другому, ладно. Ты вообще не сдвигаешься в последнем месте. Ну, ужасно вроде там давал ДПС. Смотри, давай я тебе вот сейчас скажу, кто был среди всех краю на последнем месте. Так, теперь нету претензий, не самочка. Ретрик, подготовься, как ты не продешь таким ДПС. За все Трай, за все Трай, блядь, даже 4 ляма не надамажил Рох 4 пати. Или ты только с этого? Ну, я вижу, да. Или мы его добрали? Рача, Красс? Ну, скорее всего, мы его добрали. Хорошо. Дайте диск, говорит. Дайте диск, ричал. Сейчас поменяю. Стараюсь РДДшник найти. Ну, да, йо-йо, 9 лямов надамажил за все Трай, и средний ДПС 8 у него. Ну, тут восьмерка не катит, тут, ну, типа, восьмерку можно проходить. Доктор, а никто не только. Да, помимо того, что видишь, миликов не 9, а 15, там, сколько ли, 14. Не, ну, в РДД пати, конечно, легче убивать для всех боссов, конечно. Просто с миликами, ну, я не видел, чтобы здесь убивали, но если миликов много, обычно бьют одновременно. Да, сколько мы раз убивали, блядь, термоядерные вары, залетают, нахуй, все развали, глупать. Ну, хуй знает, ну, я не был, наверное. Может быть, может быть, может быть, может быть, не поднять, а то я в Глоране не хожу из призраков. На кнопочку нажми, сфер, перепортироваться на подбище. Спасибо. Там обычно по другой тактике бьют их одновременно. Да, я знаю. Ты что, поклевать, смотри. Да, вот, конечно. И танки, как бы, ну, вот смотри, этот, кто там, джанки, да, танчит эту зеленую джанки, ты тут? Реально, вы можете, блядь, встать прямо возле вот этого круга и там стаунтить? Потому что вы водите, блядь, ну, секунд 10, нахуй, вам нужно, чтобы поставить босса. Вот огненную, да. Нет, он тебе про первого босса сейчас говорит. Я про первого босса говорю, ну, типа, реально, блядь, вводят это пиздец. Задом просто идешь спокойно, нахуя, иди боком, блядь, так быстрее, скорость, два раза. Или стой в начале, у тебя ЛП, блядь, 30 метров, или 40 кастуется. Мы червей убить не можем, ты про первого босса говоришь? Да, про первого босса, но, блядь, просто с вот этих вот маленьких моментов же это все и слаживается, понимаешь? Ну, нет, да это не влияет на червей. Ну, понятно, что неприятное хуйня. Без двоих тут нет, ну, конечно, сложно. Ты помнишь, как я танчил, когда ДК-шником был червей? Ну, да и чё. Ну, вот, отводишь сюда, это джанки, и подойди сюда, к шаману. Вот здесь, возле червей, иди сюда. Вот смотри, ты этого петуха выводишь, тянешь сюда, вот примерно до сюда. Его фрейм находится вот здесь, где-то, вот в этой области. Он нальет лужу. Ты его держишь, сам стоишь вот здесь, где ты сейчас стоишь. Как только он начинает первый плевок, после него он сдает лужу, ты сразу идешь вот сюда. Сразу идешь вот сюда. Когда заходишь почти в миликов, ну, надеюсь, тебе не откинь. Если откинь, все равно подбегаешь, и поворачиваешь червя лицом в стену сюда. Это даст тебе возможность, когда миликов кинет, заморозит 14 миликов, ты их сразу разморозишь, и все, и отвернешь обратно. Главное не развернуть так, чтобы змея обливала на всех. Да, там, между, после лужи, дыхание, после лужи, и, как дыхание прокастовал, ты сразу подводишь ближе. И РДД до тебя будет ближе, а не то, что ты там стоял далеко. РДД-то все с этой стороны базируются. Но РДДшникам тоже надо стоять. Можно по 5 человек, 3 пати, хотя там столько РДДшников нет. Тут 2 пачки, блядь. 2 хила и 3 РДДшника в одной, и 3 хила и 2 РДДшника в другой. Вот так, 2 метки друг от друга, чтобы если прилетело, то 5 человек подошел, ДКшник разморозит. Миликов так же близко от него. Здесь вот стоят РДДшники. Возле лужи здесь 2 РДДшники. Здесь милики. И вот здесь вот, в 15 метрах от них танк стоит. Закончилось, он пробежал. 20 метров, разморозил пачку РДДшников. Или вторую, или милик. Да как бы, могут так говорить, разное. Просто сама особенность боя, если ты быстро зеленый дебаф не снимаешь, люди, помимо того, что дамаг получают, они еще заморозятся. И они, когда заморожены, они не могут еще делать, ни хилить, ни дамажить. Из-за этого мы не можем убить. Ну а огненный дебаф там просто рейндж. Ну дебаф сам по себе летит в одного человека. Если вокруг него на 10 метров кто-то есть, они все получают такой же дебаф. И помимо того, еще друг друга дамажат вокруг. Самая опасная хуйня, это когда хвост огненный под землей. Она дает плевок в одного человека. Если всем рейнджу держать, всем 25, то плевок будет в одного. И все, и там есть секунд 10-15 подамажить, а потом опять надо разбегаться. Ну вот там хуйня такая, что, не знаю, там 70%, а на второй плевок не кидает. Но бывают такие случаи, что он кидает, от чего зависит, я не понимаю. Ну вот здесь, на этом моменте, как раз, могут бить паладины сопудово, ну с баблом. Могут ли не объяснить, почему он хитрой 2 плевка он не делает? Ну, значит, тем, у кого прожимок нет, просто надо на этот момент стоять в стороне и курить. Ну, учитывая, что 14 мельков, из-за этого теряется очень много ДПС. Когда ты ждешь второй плевок. Третий раз спрашиваю, внимательно послушай, почему червь огненный? Я не знаю, почему, я не ебу. Я говорю, единственный вариант, это те, кто с прожимками, бить в тупую. Блядь, она так долго плюет, она разворачивается, смотрит на тебя, кастует плевок, ебать, я успеваю там что угодно сделать, я не знаю. Ну, 14 миликов, они никак не успеют разбежаться. Там баблы, я видел, успевали прожимать, еще кожу. Ну, у нас роги могут когнуть. Потому что люди в РДД иногда по 4 человека ловят. Хотя, блядь, из РДД очень мало людей. Ну, это чисто тупость. Жень, поменяй меня, у меня все, блядь, я овощ, у меня башка болит от этого булочки. Понял, давай. Любого тоже подбирать же не будешь. Любой не задамажит. Было несколько нормальных трав, когда я плевала кислотная, хорошо, просто люди такие, блядь, ну, на мельнике не толкненный. Веду-ка вставок в центр. Тут только РДД пачку собирать, который 9 плюс дает. Не удавали мы в мельнике пачкой. Просто люди должны понимать, зачем он, в какой момент, и так далее. Люди, вот, блядь, почти каждый раз убеждают, думают, блядь, а шаллы же маленькие, что в меня плюнет. Подбегу-ка я поддамажу, блядь. И в итоге в них блюют. Ну, могут дамажить вон роги, палы с баблом, с кожей. Да, не могут они, не хватает реакций скинуть в себя. Ну, если не хватает, то увы. Я еще ни разу не видел, что кто-то среагировал. Ну, в наших праведах. Плюс ДК-шник тоже может не сдохнуть, если не зыбку с зеленкой. А он зеленку, когда отдаёт, так не вешать. Не-не, это если заранее он нажмёт. Ну, Кань, ты же видишь, касса, ты можешь нажать зеленку. Мне казалось, ешь лица. Там вообще, блядь, вот если я на милике, например, я понимаю, что сложно там успеть. Но ты вот понимаешь, вот 5 секунд до плевка, там плюс-минус 5 секунд. Всё, ты АФК встал и держишь, блядь, руку на этой ебучей кнопочке. Ничего не кидаешь. Лучше ты, блядь, на автотаке постоишь и охуенно засейвишь всех. Ну, дашь ты там на 150 тысяч меньше, но охуеть теперь. Зато покажешь, блядь, как можно за его отец так. Ну да, масса Ива нету, только Павловский. Он мне помогает, если они не проживают. А у ДК, а что, кусков нет? Угу. Просто, блядь... Продолжение следует... 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 Люди не хотят закрывать... До этого мы как закрывали? У нас приходило человек 10 гильдейских, которые разваливают. И добирали термоядерных пугов и закрывали. Сейчас много людей в гильдии новеньких. Их добираешь. Они где-то тупят. Кто-то тупит, кто-то нет. Нет, в общем, поэтому надо, я не знаю, либо не ставить, либо еще... Ну, смысл у тебя, если люди не хотят? Тут даже дело не в этом. Дело в том, что, блядь, намного легче протупить... Я согласен. Ну, это все должно и так закрываться. У нас, блядь, все рейды с RDD намного легче, что даже не обсуждается. Вон Кару Гер тоже в 6 RDD проходилось. Еще, может быть, две кары Гер просто собирает, закрывает там первый босс каких-то и все. Удать. После ВК-10 вторым ебалистым 2 часа. Ну, согласен. Опять же, дело не в ДПСе было, а в том, что люди неправильно действовали. На каре вообще там на коне булевайпус. Реально, это было бы неплохо. Утого уже реально начинаю задумываться в это стать. Ну, это в том, что не смешно, не понимаю. Дело даже не как на работе ходить, что один сетап четко-быстро закрывает. Он ДК ушел, блядь. Ну, я не вижу смысла допирать еще. Я думаю, что можно расходиться. Ну, что ДК вышел. Рога не знаю, чего. Воин. Че? Мушкару, обычно пойдем просто. Ну, блядь, я не знаю. Если что, у меня есть мишка, 4 куска. Я эту хуйню должен пойти затанчить. Какую? Ну, блядь, и вы. Да нет, танки-то есть, я говорю, что люди ливаны. Что и так трудно, честно, эти. Да я не спорю, что КД. Но как я могу сказать сразу тебе, чтобы человек не затупит? Я же не специально тебе вешал. Я точно так же хочу закрыть, хочу какие-то шмотки полутать, но вот нет. Не знаю, может я как РЛ что-то там не то делаю, не то говорю. Скорее всего, ты просто добираешь от пизды ДДшника уют и все, блядь. Так, блядь, я тебе еще раз объясняю, что у нас не 20 милик. Британ, ну ты понимаешь, у тебя нет Элем Шамана, а у тебя нет Демона, блядь. Элем Шаман был и ливнул после того, как мы сколько там, 4 трая сделали. Зачем Демон, если есть Элем? Ну да, даст он до СПД, не знаю, на 200 больше. Элем дает 700 СПД, блядь, а Элем дает 320. Ну, хорошо, тогда сам Демон меньше даст. Да, это плюшка, я не спорю. Это только для ридового СПД. Что? Демон берется только для ридового СПД. Я согласен, тебе нужно считать его ДПС, которого он теряет. Ну сколько он там, да пухой, блядь, ты понимаешь, он даст каждому блядь. Согласен, либо он 12, либо 8 даст, 4 тысяч, ну да, всем если даст он 5 тысяч, то я согласен. Плюс косарик, спокойно. Каждому плюс косарик? Ну. Нихуя себе. Ладно, я дальше не буду собирать. Еще расход. Да, люди уже ливают начали. Время чужое отнимает. Может, это... Так что... Ну, да я не знаю, спроси в гильдии, если люди хотят помочь. Хочешь пойти сейчас? Обычную? Просто так. Все, да? Да. Ну, как бы монки, если пойдут, то можно. Они термоядерные. Кару Гертвинами? У меня обычка. Ты же обычку хотел кейка? Ну, конечно, обычку. Там есть, нужно с них, ну, собирать Т4 же нужно. Мне тоже надо, кстати. Вот. Так что он собирается? У меня башка нужна Т4. Я бы Кару Гертвинами сходил бы. Да сейчас-то уже новая кода. Да. Как раз кейка с собой возьмем. На первом. Так, кейка уже закрыл смотрителя и гнева. Так, у меня кэд сбросилось, по идее, нет? Да, уже... Кейка уже и в основном со старого. А, стоп, что? Гранится, короче, дискорд от гильдии. Без рофа. Че это такое? Ну, это баг календаря. Тебе нужно чекать кэдэ. Открываешь окошко общения. Потом raid и там информацию смотришь. Ммм.